Привет всем, друзья! Наконец-то разработчики анонсировали черный рынок 2021. Все его долго ждали, все очень хотят посмотреть, что же там уже будет, что же там за лот и куда тратить серебро и золото, накопившиеся за время всяких новогодних активностей. И наконец-то объявили, когда он стартует. Стартует уже 3 марта в 19.00 первый лот будет. Первый лот всегда обычно стартует вечером. То есть на завтра будильник на утро ставить не обязательно. Вечером в 19.00 готовьтесь, что все нахрен сломается, что в игре будет лагать дико, потому что все будут заходить в 19.00 в этот магазин, обновлять. Я не знаю, надеюсь, в ВГ этот вопрос как-то решили, потому что на первом черном рынке была катастрофа, на втором довольно тоже плохо все было, по крайней мере, первые дни. Потом вроде немножечко оптимизировали. Надеюсь, в этот раз будет все без лагов, чтобы все четенько. Кто нажал купить, у того все купилось. Стартует, как я сказал, 3 марта в 19.00 и продлится до 11 марта. Получается, это будет 3 марта 1 лот, с 4 по 10 по 2 лота. То есть это 14, ну уже 15 получается. И 11 здесь написано, в 11 закончится, ой, в 13 закончится. То есть будет ли 11 утром еще один или нет. То есть либо 15, либо 16 лотов получается. Ну, мы как раз сейчас, я вот открыл расписание. А, ну 15, да, получается 15. Всего лишь 15 лотов. И вот в этом видосике Wargaming некоторой темы спалил. То есть тут, ну, видосик можете интересный посмотреть. Не знаю, если вам будет интересно. Как раз-таки про черный рынок. ВГ прикольно их снимает. Я так полистаю немножко. В принципе, не будем 5 минут на это тратить. Здесь, если коротко, здесь есть отсылки. Здесь есть пасхалочки 2055. Это и есть какая-то пасхалочка? Или нет? Ну, я думаю, не она. Там, в принципе, то, что я подметил, когда смотрел этот видос. В принципе, в Вотэкспрессе тоже там подметили. Наверное, ребята накидали. Вот как раз одна из них. Ну, давайте, допустим, сейчас я вот так вот. Кстати, зачеркнут 703, по-моему, да, здесь? 703 зачеркнут. Потому что зачем 703 продавать, если он недавно был уже в продаже? Вот, смотри. Это пятый или четвертый? ПЗ-54. Танч, который был на первом черном рынке, его не раскупили. И на втором его не было. И я его как раз жду. Мне хочется на этом танчике поиграть. Не знаю, всем ли хочется или не всем. Но на первом рынке почему-то его не раскупили. Не знаю, может, все не знали, что это за танк. Ну, вот, собственно, все пасхалочки здесь перечислены, которые можно было посмотреть. Мы пытались в прошлом году разгадывать пасхалки. Но там было больше притянуто за уши. Здесь они более явные такие. Во-первых, там была фраза такая француза. Не грузить доедет в скоростном режиме. То есть, ну, это Panar EBR 75 FL10. Больше других вариантов нету. Танч, который хорошо подходит для всяких линий фронта. Очень хорошо в этот режим заходит. Ну, всеми известный и один из лучших ЛТ восьмого уровня. Для, там, нанесения урона и просто фана. Для всех режимов. Потом дальше. ПЗ-54 как раз таки. Ну, не всем нравится этот пятый уровень. Да, зачем на нем играть. Но я вот недавно поиграл и дико кайфанул именно от пятого левела. Он будет стоить, наверное, в районе тысяч пятнадцати голды. И, ну, по крайней мере, в прошлый раз было очень много... Прошу прощения. Было очень много лотов. И они не были раскуплены даже наполовину. То есть, его прям вообще не покупали. Я думаю, если его сейчас запихнут куда-то где-то в середину, да, списка. То будет примерно то же самое. Потому что народ будет беречь голду на что-то более интересное. А что там более интересное может быть? Т-59 голд или ВЗ-111 килин. Вот этот вот ВЗ-111. Давайте я, наверное, вам его тоже покажу. Будет он где-то... Где-то, где-то, где-то тут была. Где-то тут. Ну, здесь вот предполагаемая техника, да, тут добавили. Вот, собственно, это ВЗ-111. И у него там особая такая механика. То есть, когда он производит выстрел, здесь такой огонь там в разные стороны красиво разлетается. То есть, это тяжелый танк десятого уровня. И, собственно, ну, это никакой не прем, ничего. И стоить он будет достаточно много. Стоить он будет достаточно много. Поэтому тоже непонятно. Типа, будет там аукцион, может быть, да, за 30 тысяч голды он будет продаваться. Потому что это эксклюзив. Он еще, ну, он был только на китайском регионе. Еще нигде не продавался. Поэтому в прошлый раз Type-59 был тоже аукцион, по-моему, что-то типа в районе 15-20 тысяч голды. И там минимальная ставка была 25 тысяч. Это танк восьмого уровня. Уникальный, но который там уже, по-моему, был на первом черном рынке. А здесь машина десятого уровня, которая еще тоже ни разу не продавалась. То есть, я сомневаюсь, что меньше, чем за 30 тысяч она уйдет. Скорее всего, это все будет аукцион. Скорее всего, за дорого. ФОЖ-155, ну, это, собственно, классика, да. ФОЖ-155 и Бабаха, они классически продаются за серебро, за огромное количество, там, лямов за 30. Поэтому Бабаха и 183, это понятно. Кто хотел выкупать, ждите. Так, с формулой. Ну, что-то там с формулой какая-то еще была написана на листке. И, собственно, тут слегка посчитали 183-215, там цифры нашли. То есть, 215-Б-183, может быть. Ну, собственно, это Бабаха. И там, типа, поедем на черной машине, была такая фразочка. Оно и понятно. ИС-6 черный, Т-34 черный. Типа, МУЦ, вот этот, Панзер 58 черный. Крайслер черный. И Бульдог черный. Это танчики, которые подходят как раз для черного рынка. В черном цвете. Обычно там ИС-6, обычно Т-34. Я думаю, ну, и там еще танк был в шаре стеклянном. Его особо не разглядеть. Можем тут посмотреть, что тут. Даже непонятно, непонятно реально, что там. Не знаю, может, супер глазастые что-то и разглядят. Вот формула как раз была. Дракончик. Может быть, там еще что-то. Короче, может быть, еще какие-то пасхалки найдут. Но давайте попробуем просто немножечко пованговать. Помимо всех вот этих вот лотов. Не знаю, будет ли тайп. Может быть, и тот, и тот будет. То есть, смотри. Раз, два, допустим, Т-34. Пять, бабаха, шесть. Ну, то есть, шесть у нас есть более-менее точно. Во-вторых, там еще Т-22СР настроили прям перед патчем. Да, то есть, его апнули. Его апнули, там что-то подделали. Может быть, Т-22СР тоже. Ему добавили цену в голде. Может быть, Т-22СР будут продавать. То есть, это примерно семь. И все равно у нас еще остается... А, еще один точно. Еще один будет камуфляж какой-то уникальный для Е50М. Где же этот камуфляж? Давай здесь посмотрим. Где-то здесь был. Вот, где-то был, но он маленький. Совсем, совсем маленький. Не разглядеть. Не знаю, конечно, могу увеличивать до бесконечности. Но такое. То есть, на Е7 и так есть уникальный стиль. Вот этот с фонариком, по-моему. Что-то я сильно уменьшил. Но будет еще... Еще один. Собственно, ВГ планирует на все это... На все танки 10 уровня. Там по несколько стилей сделать. Как вот уже на 705-го был там 3 богатыря стиль. И добавили еще в батл пасс. Собственно, еще один стиль. Это где-то там 8 лотов. Ну и по-любому будут добавлять что-то еще. По-любому будут добавлять что-то еще. Давайте, кстати, посмотрим, что там на ютубе. По лайкам, комментариям, дизам. 5600 лайков, 400 дизов. Про игра... Ой, игра ведь игроков. Понятно. Собственно, как-то так. Итак, я думаю, что еще что-то будет типа стандартное. Ну, какой-нибудь засунуть туда премчик. Ну, такой интересный, но не особо. Типа там 50 ТП прототип образно. Или что еще могут засунуть такого прям интересного, но при этом не суперэмбового. Какого-нибудь бурасика, мне кажется, ожидать не стоит. Ну, что-то вот именно такое хорошее не стоит ожидать. Там будет либо редкое за голду. Типа ПЗ-5-4, типа там Тайп 59 Голд. Либо стандартное какое-то не сильно жесткое за серебро. Типа Крайслер, ИС-6 черный, Бабахи, Фаши и прочее. Вот, поэтому запасайтесь голдой. Запасайтесь. Ну, голдой вы, наверное, уже запаслись. Запасайтесь серебром сегодня, завтра весь день фармите. Готовьтесь. Может, там некоторые даже танки можете продать 10 уровня, на которых не играете сейчас. Их же всегда в любой момент можно установить. Поэтому заранее имейте там большое количество серебра, чтобы в любой момент, если что-то там будет суперкрутое, суперклассное, забрать это себе. Потому что там и премы за серебро можно забрать, и танки 10 уровня уникальные за серебро можно забрать. Поэтому даже если у вас нет голды особо много, попродавайте несколько десяток, их всегда можно за ту же стоимость выкупить. То есть вы продадите их за 3 миллиона и выкупите за 3. Нет, или выкупите не за 3. А, нет, выкупите не за 3. Это касается всяких акционных танков. Вот, я что-то не то сказал. Это касается всяких акционных танков лучше. Продавайте там, ну, есть, допустим, ВК-7201, да? Его можно за 4,5 миллиона продать, за 4,5 миллиона обратно потом восстановить. Также с премами, допустим, ненужными, на которых не играете. Если там в ангаре 15 премов, на половине из них вообще не играете. Их также можно пока что на время попродавать и потом в любой момент восстановить. Запасайтесь серебром. Можно будет получать всякие прикольные плюшки. И я это дело буду, естественно, освещать. Я, кстати, не понимаю, почему тут предположительно жир за серебро, предположительно 3D стиль. Откуда вот это вот предположительно-предположительно? На основе предыдущих опытов или что? Предположительно за серебро. Не знаю, как они это выясняют. Ставьте будильник на 7 утра, на 19. Ну, кому это интересно, естественно. Кому это интересно. Так-то, в принципе, если вы его упустите, ничего категоричного не пройдет. Но можно было бы получить какую-нибудь там халяву, что-нибудь интересное. На этом все. Это видосик было освещение для тех, кто не в курсе. Да, чтобы завтра в 19.00 быть в курсе. Немножко пообсуждали, подумали. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok